Здравствуйте! Здравствуйте, ребята! Тема урока биологии «Лимфатическая система». На уроке вы научитесь оценивать значения лимфатической системы для жизнедеятельности нашего организма, определять особенности строения органов лимфатической системы и объяснять механизм движения лимфы. Вспомним, что внутренняя среда нашего организма состоит из крови, лимфы и тканевой жидкости. Кровь находится в сердце и кровеносных сосудах и непосредственно с клетками не контактирует. Лимфа образуется из тканевой жидкости и находится в лимфатических сосудах, а тканевая жидкость образуется из жидкой части крови и находится в тканях между клетками. Лимфатическая система в нашем организме выполняет важные функции. Лимфатическая система – это важная составная часть сосудистой системы человека. Она тесно связана с иммунной системой и кровотворной системой в костном мозге. Лимфа относится к соединительной ткани человека. В организме человека содержится от 1 до 2 литров лимфы. Лимфатическая система включает в себя циркулирующую лимфу, лимфатические сосуды и лимфатические органы. В составе циркулирующей лимфы тканевая жидкость, белки, жиры и лимфоциты. Лимфатические сосуды обеспечивают движение лимфы, а лимфатические органы обеспечивают организм Т-лимфоцитами и Б-лимфоцитами. Лимфатические сосуды широкой сетью оплетают все органы. Часто такие сети в органах представлены даже несколькими слоями. Лимфатическая система выполняет несколько функций. Первая – это дренажная функция, то есть регулирование объема тканевой жидкости, удаление из ткани избытка воды, а также белков, жиров и солей. Клетки тканей тела погружены в жидкость, которая поступает из кровеносных капилляров. Избыток жидкости всасывается из межклеточных пространств окончаниями лимфатических капилляров и превращается в лимфу. На схеме мы можем увидеть, как происходит этот процесс. Вот он, лимфатический капилляр, который всасывает избыток жидкости и затем уже направляет в лимфатические сосуды. Следующая функция – это всасывающая, то есть всасывание продуктов ферментативного гидролиза пищи. Это жирные кислоты, холестерин, жирорастворимые витамины из желудочно-кишечного тракта в кровь. Также важная функция лимфатической системы – это функция иммунного ответа. Заключается она в том, что в лимфе образуются лимфоциты, участвующие в иммунологических реакциях. Также обеспечиваются механизмы иммунитета путем транспорта антигенов и антител, переносом из лимфоидных органов плазматических клеток, лимфоцитов и макрофагов. Также лимфатическая система выполняет барьерную роль, а именно такая ее часть, как лимфатические узлы. Это своеобразные фильтры для жидкости, оттекающие от тканей. Лимфа очищает ткани от продуктов распада клеток и от микробов. В нашем организме есть густая сеть лимфатических сосудов. Состоит она из трех частей. Есть лимфатические сосуды, лимфатические капилляры и грудные протоки. Основная отличительная особенность строения лимфатических сосудов – это наличие в них клапанов и хорошо развитой наружной оболочки. Рассмотрим эти сосуды более подробно. Лимфатические капилляры. Лимфа собирается из тканей в слепо заканчивающиеся капилляры. Обратите, пожалуйста, на схему и можно проследить этот процесс. Их диаметр значительно больше, чем у кровеносных капилляров. А стеночки лимфатических капилляров очень тонкие и хорошо проницаемые для жидкости и растворенных в ней веществ. Также эти клетки лимфатических капилляров проницаемы для некоторых клеток и микроорганизмов. Лимфатический сосуд представляет собой трубку с пористыми стенками и клапанами, которые обеспечивают движение лимфы в одном направлении. Посмотрите, пожалуйста, вот они, пористые стенки, через которые просачивается жидкость. И клапаны внутри, которые обеспечивают движение лимфы в одном направлении. Лимфатические сосуды, которые несут лимфу от периферических лимфатических узлов, собираются в крупные лимфатические стволы. И в конечном итоге они образуют два главных лимфатических протока. Это грудной проток и правый лимфатический проток. Эти протоки затем открываются в крупные вены. Таким образом, отведенная из тканей жидкость попадает обратно в кровеносное русло. Грудные протоки образуются в результате слияния лимфатических сосудов. Грудной проток или левый проток, вот посмотрите, пожалуйста, на схеме. Грудной проток собирает лимфу от нижних конечностей, таза, органов брюшной полости. А правый проток собирает лимфу от органов и стенок правой половины грудной клетки, правой части головы и шеи и правой руки. Лимфатическим органам относятся центральные и периферические лимфатические органы. Центральные – это красный костный мозг и тимус или вилочковая железа. Периферические лимфатические органы – это селезенка, лимфатические узлы, миндалины и лимфоидная ткань. Эти органы обеспечивают организм Т-лимфоцитами и Б-лимфоцитами. На схеме мы с вами можем увидеть расположение центральных и периферических органов лимфатической системы. В красном костном мозге происходит образование и созревание Б-лимфоцитов и Т-лимфоцитов. Б-лимфоциты из костного мозга с кровью попадают в органы лимфатической системы, а Т-лимфоциты переходят в тимус. Тимус обеспечивает дифференциацию Т-лимфоцитов. Напомню, ребята, что Т-лимфоциты – это клетки, уничтожающие злокачественные клетки и инородные тела. В селезенке созревают Б-лимфоциты и Т-лимфоциты. Также в селезенке образуются антитела и фагоциты. Селезенка еще разрушает мертвые кровяные клетки. А вот в эмбриональном периоде селезенка является кровотворным органом. К лимфатическим органам относятся и лимфатические узлы. Мягкие лимфатические узлы представляют собой образование различной формы и величины от 1 до 20 мм в длину. Узлы располагаются на пути поверхностных и глубоких лимфатических сосудов. На схеме мы видим расположение лимфатических узлов в сети лимфатических сосудов. Лимфатические узлы содержат множество макрофагов и лимфоцитов. В лимфатических узлах лимфатические сосуды распадаются на более мелкие. Происходит фильтрация лимфы и обеззараживание от различных грибков, бактерий и других чужеродных веществ. А очищенная лимфа следует дальше. Итак, как же выглядит механизм работы лимфатических узлов? Вместе с притоком лимфы в лимфатические узлы поступают антигены. Это инициирует, запускает цепь иммунных реакций, в связи с чем повышается число лимфоцитов, продуцирующих антитела и формируется иммунный ответ. Если в лимфатических узлах задерживается много бактерий, они увеличиваются в размерах, воспаляются и становятся болезненными. Причиной воспаления лимфоузлов могут быть инфекционные и бактериальные заболевания. На схеме мы видим, как выглядит лимфоузел в нормальном состоянии, а как выглядит увеличенный лимфоузел, он прощупывается, например, на шее, становится болезненным. Для здорового человека нормой является небольшое увеличение подчелюстных лимфоузлов не более чем на 1 см, а также паховых лимфоузлов не более чем на 2 см. Еще один орган лимфатической системы – это небные миндалины. Они расположены по обе стороны шеи, состоят из лимфатической ткани и защищают организм от инфекций. На схеме мы видим, как выглядят здоровые и как выглядят воспаленные миндалины. Хронический тензилит – это заболевание лимфатической системы, при котором миндалины перестают выполнять защитную функцию и сами становятся источником инфекции. Как правило, при длительном инфекционном процессе их удаляют. Лимфа в организме постоянно движется. Мы сейчас попытаемся выяснить, как же это происходит. По сосудам лимфа движется только в одном направлении – от периферии к центру. Лимфа, которая образуется из тканевой жидкости, поступает в лимфатические капилляры, а затем в лимфатические сосуды. Лимфатические сосуды несут лимфу через лимфатические узлы к лимфатическим протокам, и затем они впадают в кровевенозную систему. Вот здесь мы видим обозначено место впадения лимфатических сосудов в крупные артерии. Итак, движение лимфы составляет несколько этапов. Лимфа собирается в лимфатические капилляры, которые собираются в лимфатические сосуды, проходят через лимфатические узлы. Из лимфатических узлов очищенная лимфа и лимфатические сосуды собираются в лимфатические протоки и впадают в венозную систему. Лимфатическая система очень важна для нашего здоровья. Функции лимфы – это возвращение воды, белков, солей, токсинов и метаболитов из тканей в кровь. Лимфатическая система причастна к созданию иммунитета, к защите от болезнетворных вирусов и микробов. Увеличенные лимфатические узлы – это серьезный повод обратить внимание на здоровье. Еще некоторые факты. Застой лимфы необратимо приведет к снижению иммунитета. Лимфа в организме человека движется за счет сокращения окружающих мышц, то есть движение очищает организм и ликвидирует застой лимфы. И для нормальной работы нашей защитной системы желательно активно двигаться, пить необходимую норму воды до 2 литров, нормализовать питание, следить за работой кишечника. Дорогие ребята, наш урок подошел к концу. Я желаю, чтобы изучение биологии было для вас интересным и полезным. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова